Друзья, всем привет! Сегодня мы делаем обзор и распаковку лодочного мотора Refrider 20 сил, 4-х тактный. В линейке Refrider имеется три таких мотора. Один из них карбюраторный, два из них инжекторный. И об одном из них мы сегодня поговорим. Друзья, всем привет! Длина коробки, ширина, высота, ну и, соответственно, вес. Давайте измерьте. Длина у нас коробочки 1,22 м, ширина 75 м, ну и высота 55 м. Вес данного мотора в сухом виде 59,6 м. Также добавим вес коробки и комплектующих примерно 4 кг. Ну, прикинем, 64 кг. Теперь у вас есть все данные для того, чтобы заказать у нас данный лодочный мотор и также рассчитать стоимость доставки до вас. Перейдем к распаковке. ПОДПИШИСЬ,avenít FX. ПОДПИШИСЬ,avenít EN şekilde waterproofed byEO. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Толстый, ну тут наверное сантиметров 3,5 Хорошо обтекает сам мотор, все комплектующие До нас он в целости и сохранности дошел из Китая И до вас дойдет в любой уголок России в таком же виде В стандартной комплектации с мотором у нас идет вот такой бак на 12 литров Крышка с клапаном, стандартные коннектора А также датчик указателя уровня топлива Приятная вещь Всегда можете контролировать уровень топлива, ну и запас хода С ним у нас идет вот такой шланг топливный Довольно гибкий Груша плотная Чуть больше 3 метров Ну и в основных местах Коннектора исполнены из нержавейки Обжимы также Надежны Также чека безопасности, куда без нее Запасные шнур и ручка ручного стартера Инструкция на русском языке Не какие-то там иероглифы или латиница Возникнут вопросы по мотору, всегда можно к ней обратиться Шплинт винта Сливная пробка редуктора Комплект уплотнителей к ним Два предохранителя Ну и я считаю, жирный бонус Крыльчатка Не все производители могут похвастаться такой комплектацией Ну и что мы здесь видим Такой синий чехол В нем у нас находятся инструменты для технического обслуживания мотора Ключ 18х14 Универсальная отвертка крестовая-шлицевая Плоскогубцы Ключ 10х8 Свечной ключ И трубчатый ключ Для чего мы покупаем мотор с электростартером? Ключ зажигания Для тех, кто уже устал от ручного запуска Чик, как в машине И все готово Все очень просто Как раз, два, три Вставили, повернули Мотор заедался, погнали Рассмотрим основные внешние элементы нашего мотора Силовой кабель Подключили к АКБ Запустили, поехали Сам электростартер, о нем мы уже говорили Ручка переключения вперед, нейтрально назад Румпель На нем мы видим стоп мотора Ручка управления газом Здесь мы видим два датчика Один из них давление масла И аналог, как на машине, чек-энджин А также производитель оставил нам возможность ручного запуска В зависимости от ситуации вы можете запустить электростартер Ну или прокрутить мотор 20 сил не составит труда В базовой комплектации у нас идет винт 11-й шаг Осталось самое интересное, что же у нас под колпаком А вот вам совет от пилхода Если вы перевозите ваш мотор не на лодке, а в багажнике на боку Кстати, каким боком класть указано на моторе? Обычно румпелем вниз Перед запуском электростартера Пару раз прокрутите коленвал Это будет более правильный запуск Чем вы просто запустите его с электростартер Как я уже сказал, мотор у нас инжектор Здесь мы видим две форсунки Топливную рампу А также щуп, с которым мы можем контролировать уровень масла В этой части мы видим масло заливной горловины А также фильтр-сепаратор Всегда можно проконтролировать топливную систему Здесь мы видим вот такую коробочку Это счетчик моточасов Я считаю замечательно, что производитель в базе предусмотрел такую вещь Здесь мы видим электростартер, который запускает ваш мотор с ключа А также в моторе предусмотрен генератор, который заряжает АКБ А также дает питание на приборы, которые вы установите на вашу лоб Как я уже говорил, данный мотор в румпельном исполнении Его можно вывести под дистанцию Однако, если вы не планируете управлять вашим мотором вручную Вам нужен дистанционный мотор В линейке Refrider есть вторая двадцатка Аналог этому мотору без румпеля Но в комплекте с машинкой Газревер Ссылка на ролик вы можете увидеть в описании Очень интересно ваше мнение по данному мотору Такая комба получилась у нас румпельный, четырехтактный, двадцатка В ручном, в дистанции, с электрозапуском Купили бы вы себе такой? Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы Даже самые каверзные, мы на них тоже ответим Ну и напомню, найти вы нас можете на ютубе, в телеграме и вконтакте Бывайте подписываться на наш канал До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА